Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Четырехлетнему карагандинцу Адильжану Ргибаеву срочно нужна помощь. В Тимиртау мошенница обокрала более 10 пенсионеров под видом работницы Сабеса. В Караганде запустили новую линию по производству клея для хирургических операций. Четырехлетнему карагандинцу Адильжану Ргибаеву срочно нужна помощь. У ребенка рак крови. После химиотерапии ему необходимо ради облучения за границей. Шансы на полное выздоровление есть, но на это необходимы средства. Подробности в следующем сюжете. Четырехлетний Адильжан Ргибаев страдает лимфообластным лейкозом, в народе именуемым раком крови. В начале мая родственники заметили, что у ребенка стали болеть ноги. Врачи детской больницы сказали, что это всего лишь ушиб. Через некоторое время на теле Адильжана стали появляться синяки. Родные забили тревогу. После мы обратились в больницу, нам сказали, что у него какое-то сгущение крови идет, отправили нас на 45 квартал. А на 45 квартале нам взяли пункцию и определили, что у него рак крови. И когда он попал в больницу, у него было 97% мертвой крови. После страшного диагноза ребенка отправили в столичный дом матери и ребенка. Там он находится со своей мамой по сей день. Ему уже провели многочисленные курсы химиотерапии и переливания крови. Отметим, что в Астане при первом переливании он был заражен гепатитом С. При лечении мальчика, когда лечили переливание крови, его заразили еще гепатитом С. По словам врачей, гепатит С ребенку осложнение не дал. Его необходимо лечить уже после полного выздоровления. 24 декабря мальчик должен получить курс радиооблучения в Израиле, после которого Адильжан будет иметь все шансы на полное выздоровление. Это лечение стоит около 150 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. Отец семейства Даниэр Гибаев работает учителем в сельской местности. Мать из-за болезни сына не работает. При этом необходимо содержать еще двоих детей. В дальнейшем лечении нам надо делать радиооблучение. Это очень дорогостоящая операция, дорогостоящая лечение будет. Помимо этого нам нужны препараты из Германии. Германских препаратов, которых здесь нет. Сейчас семья Адильжана Аргибаева просит помощи у неравнодушных людей. Конечно, родственники рассчитывают на лечение в Израиле, но боятся, что не успеют собрать такую сумму денег. Поэтому есть и второй вариант – Беларусь. Там курс радиооблучения обойдется в 15 тысяч долларов. Помочь нам, спасти нашего ребенка, чтобы вернуть его к этой жизни, чтобы он был таким, каким он был раньше у нас. Амина Смакова, Ужас Габасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. 23 жителя Шахтинского региона смогли получить микрокредиты на расширение собственного бизнеса. В регионе активно реализуется программа «Дорожная карта занятости-2020». В рамках этого проекта 95 семей из районов области переехали в арендное жилье, которое в дальнейшем можно приватизировать. Об исполнении госпрограмм в городе «Спутники» расскажет Алина Акбаева. Многодетная мать Сауди Тарсаева – одна из участниц программы. Она переехала с семьей детьми из поселка Малая Сарань. До переселения в связи с бытовыми и транспортными проблемами женщина не работала. Став участницей программы «Занятость-2020», смогла трудоустроиться в КСК «Улан». Вместе с новой работой многодетная семья получила квартиру. Арендное жилье через пять лет они смогут приватизировать. Я рада, что мне выделили квартиру. У меня трехкомнатная квартира. Я благодарна нашему президенту, нашему городу и нашим девчатам с центра «Занятость», что они выделили мне эту квартиру. Еще одна участница программы – Татьяна Маркова. В Шахтинске тоже выделили жилье. Сюда она переехала с мужем и дочкой в прошлом году. В центре «Занятости» трудоустроил женщину в местный отдел строительства и архитектуры. Я проживала в поселке Шахан у родителей. Видели объявления, обратились в Акимат, встала на очередь, на квартиру. Меня устроили курьером в отдел строительства. По истечению времени приняли на работу и мне выдали квартиру. За три года реализации в регионе программы «Дорожная карта занятости» было освоено 13 миллиардов тенге и охвачено 16 тысяч человек. В этом году количество участников программы увеличилось на 10-15%. По третьему направлению закончено строительство 1140 квартир, куда заселены 1135 семей, где каждый глава семьи был трудоустроен. В рамках реализации «Дорожная карта занятости» и принятых мер на рынке труда в Каргандинской области снизился уровень безработицы до 4,9%. Алина Акбаева, Крат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Каргандинский. В Тимиртау мошенница обокрала более 10 пенсионеров под видом работницы Сабеса. Женщина приходила к доверчивым старикам, представляясь то медсестрой, то работницей Райс Сабеса. А затем, улучшив момент, воровала у них деньги и ценные вещи. 31 октября в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, сообщившая о молодой женщине, которая вошла в ее квартиру, представившись медсестрой. После ее ухода старушка обнаружила пропажу золотого перстня стоимостью почти 10 тысяч тенге. Словомышленнице удалось задержать, ей оказалась 35-летняя безработная из Тимиртау. Под весом предъявленных улик задержанная дала признательные показания и рассказала, что таким образом обманула еще 5 пенсионеров. По оперативным данным, ей было совершено такого рода более 10 преступлений. На стадии предварительного расследования она проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории области. А вот житель Балхаша бросил в полицейских предмет, похожий на гранату. Сопротивление стражам порядка мужчина оказал во время задержания за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Инцидент произошел накануне вечером. Пьяного мужчину попытались задержать полицейские. Когда патрульные приблизились к нему, житель Балхаша бросил в них нечто похожее на гранату, а сам убежал. Однако недалеко его удалось поймать. К месту, куда задержанно бросил предмет, вызвали саперов и следственно-оперативную группу. Как оказалось, предмет – не что иное, как сигнальная ракета, которая дает световой и шумовой сигнал. Его обычно используют для подачи сигнала бедствия или обозначения себя в темное время суток при спасательных операциях. Задержанным мужчина было свидетельство на предмет употребления алкоголя и как было установлено. Он находился в алкогольном опьянении в средней степени. Следствию предстоит установить, откуда у мужчины сигнальная ракета. Далее короткая реклама. Впереди будет все самое интересное. Далее короткая реклама. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону. Около 30 представителей европейских компаний сегодня собрались в Караганде. В целях визита наладить торгово-экономические отношения с казахстанскими предприятиями, которые расположены в караганинском регионе. Подробности в следующем репортаже. Сегодня в Караганде собрались европейские компании, чтобы наладить сотрудничество Казахстана между странами Евросоюза. В составе делегации председатель правления Волонского агентства по экспорту инвестициям господин Филипп Суинен, который считает Карагандинскую область стратегической. Мы знаем, что Карагандинский регион является стратегическим на уровне развития и инновации Казахстана. Мы организуем данный семинар для посещения свободной экономической зоны Казахстана. И здесь находятся 25 компаний, которые приехали из Европейского союза, которые хотели бы с большим удовольствием закрепить какие-то связи с казахстанными предпринимателями. Под руководством первого президента страны Нурсултана Назарбаева Казахстан получил всемирное признание. Карагандинская область внесла в это значительный вклад. Только за последние десятилетия объем валового продукта вырос в шесть раз и составил более 13 триллионов тенге. Что мы можем предложить – это доступ к Евросоюзу. Потому что мы представляем четыре страны и пять регионов. Из Европейского союза это и называется «Великие регионы». Надя Бауэр приехала в наш город из Люксембурга. Она хочет посмотреть на казахстанский рынок и найти новых партнеров по бизнесу. Я представляю компанию «Люксавиашн». Это компания из Люксембурга, которая занимается частной авиацией. И хотелось бы, как я сказала, познакомиться с казахским рынком, посмотреть, что здесь происходит, что касается авиации, возможно найти новых партнеров. В рамках данного мероприятия сегодня подписали меморандум между национальной компанией СРРК и Волонским агентством по внешней торговле и инвестициям. В переговорах приняли участие более 90 предприятий Карагандинской области. Николай Кровец, Габиден Куршпеков, Первый Карагандинский. Департамент по исполнению судебных актов совместно с сотрудниками административной полиции провели акцию под названием «Взыскаемость». Мероприятие подразумевает создание специальной группы по работе с людьми в вечернее время. Специальная группа по работе с людьми в вечернее время останавливает все автомобили для того, чтобы проверить, нет ли у водителей непогашенных долгов. Если таковые имеются, автомобиль неплательщика сразу же отправляют на штрафстоянку. Рейд, к слову, уже дал результаты. Имеется достаточно положительный результат. Было взыскано более 155 миллионов токов в рамках проведения данных акций. Отметим, что судебных исполнителей специальной группы оденут в новое обмундирование. Соответствующую форму продемонстрировали в рамках акции. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Детство без жестокости и насилия. Такую тему выбрали педагоги основной школы номер 44 для проведения обучающего семинара. В Карагандин проходит декада по защите детства. Педагог – профессия, которая требует постоянного самообразования. Порой он становится и судьей в семейных неурядицах, при которых страдают дети. На обучающем семинаре отбирали методы борьбы с семейной агрессией. Рассматривались конфликтные ситуации. В тренингах, которые проводила психолог Светлана Корыбаева, принимали участие и родители. Они тоже должны уметь оценивать свое положение в семье. Вовремя увидеть в ребенке резкую перемену в отношениях с окружающими. Значит, вовремя предотвратить кризисный всплеск. В школе существует специальная психологическая служба, куда ученик может написать откровенное письмо. Официальных не было у нас обращений, чтобы было насилие над детьми нашей школы. Но, тем не менее, педагоги нашей школы не остаются в стороне. Мы всегда ведем выбор писем по обращению детей, но таких писем не поступало. Ребенок – существо хрупкое, впечатлительное. Он впитывает, как губка, все положительное и отрицательное, что видит в окружающих его людях. И только огреком или грубой силой его не воспитать. Родители сами должны быть гибкими педагогами. Для преподавателей очень важно знать, какие формы бывают насилия в школе, чтобы они могли это заметить, увидеть, чтобы они могли услышать ребенка, которые, например, приходят и говорят им об этом, или наоборот, замкнут и сидят в стороне. Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганде запустили новую линию по производству клея для хирургических операций. Сегодня эта технология используется во многих странах мира, а в нашем городе появилась впервые. Подробности расскажет Николай Кровец. Вот производится резекция ушка сердца. Вы понимаете, что сердце один из наиболее кровоснабжаемых органов. И вот эта зона, где должно произойти кровотечение, сейчас она на зажиме находится. Сейчас будет покрыто клеем, зажим снимается, и этого достаточно для того, чтобы остановить кровотечение. Именно так будут внедрять новый аппарат на хирургических операциях в нашем городе. Его накладывают на рану больного, что позволит сократить потерю крови и улучшить здоровье человека. Буквально вчера мы запустили новую линию на базе Болстон-Центр-Коли по производству фидрильного клея. С этой целью мы для запуска и наладки линии пригласили нашего гостя. Мы нашли из Москвы. Это кандидат медицинского федоров Владимир Анатольевич, который непосредственно запускал линию, проводил обучение наших специалистов по производству данных продуктов. Специальный клей уже используют во многих странах мира. В практике медиков России, Белоруссии и Украины он уже порядка 10 лет. По словам кандидата медицинских наук Владимира Федорова, этот аппарат практически мгновенно поможет остановить кровотечение. Это аппарат, который позволяет вывести на новый уровень сотрудничества между онкологическим центром и центром крови города Караганда и применить те новые технологии, которые были заложены при открытии центра крови непосредственно на пациентах. На сегодняшний день отрабатывается методика, как правильно смешивать эти компоненты, как их наносить, правильно разбрызгивать, то есть технические моменты применения этого препарата. Новый аппарат, который появился в нашем городе, может использоваться при разных операциях, как у детей, так и у взрослых. По словам специалистов, осложнений быть не должно. У данного клея есть все сертификаты качества. Николай Кровец, Кабиден Курушпеков, 1-й Карагандинский. Караганду посетил тренер-консультант педагогов из Великобритании Джозеф Майкл Дженга. Зарубежный гость прибыл для участия в трехмесячных курсах повышения квалификации учителей-предметников. Иностранный специалист оценил теплые приемы профессионализм карагандинских преподавателей. На одном из мастер-классов побывал и наш корреспондент. Мы супер, потому что за такой короткий момент за месяц освоили теорию и применяли за четыре недели это у себя на рабочем месте. Основной целью приезда Джозефа Дженга в Караганду стал мониторинг работы, проводимой центром РЛЕО. Это его шестой визит в Казахстан. Выясняя, насколько в школах города внедрена программа повышения квалификации педагогов, иностранный гость и сам провел мастер-класс по теме формативного и суммарного оценивания работы учителей. Мое мнение о здешних учителях изменилось в лучшую сторону после того, как я увидел их работу. За три дня они смогли освоить много полезного материала. Хочу заметить, это не так легко, как кажется. Программа курсов подразумевала массу интересных мероприятий. За шесть дней, что иностранный гость провел в Караганде, он посетил ряд мастер-классов и презентаций по образовательному процессу в школах города. Здесь обсуждались имеющиеся проблемы. По словам Джозефа Майкла, тренеры центра проявляют в своей работе замечательное мастерство и опыт. Слушатели на всех занятиях были мотивированы и полны энтузиазма, проявляя большой интерес в изучении программы. Тренеры очень дружелюбны по отношению друг к другу. Я смотрел видеозаписи уроков, проводимых этими учителями, и был рад видимым изменениям в сфере преподавания. Также в целом я остался доволен и освоением программы повышения квалификации учителей. Хочу пожелать школам Республики Казахстан успехов в их дальнейших модернизации. В Караганде состоялись торжественные проводы делегации Карагандинской области на 9-й национальной молодежной дельфийской игры, которые пройдут в Алматы. Молодые и талантливые жители шахтерского города готовы выступить в южной столице. Были отобраны на областном этапе игр. Подробнее в следующем материале. Современные дельфийские игры представляют собой соревнования в различных областях искусства. Игры пройдут в период с 21 по 26 ноября в Алматы. 57 участников представит нашу область в 8 номинациях. Я и моя скрипка будем представлять честь школы и город Караганду на республиканском уровне. Я очень этому рад. И надеюсь, что выиграю, займу какое-либо место. Молодежные дельфийские игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи. И как показывает практика, многие из участников игр затем успешно проходят обучение в ведущих учебных заведениях Казахстана и всего мира. Руководство области много лет поддерживает это творческое состязание, которое является хорошим началом на пути к достижению творческих вершин. В июне мы проводили областные дельфийские игры. И 56 наших участников стали лауреатами областного дельфийской игры. Теперь вот 23 ноября у вас в Алма-Ате состоит национальный дельфийский игры. Вот мы направляем наших участников в Карагандинскую область. Марк Бешко, Кайрат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите новости завтра в это же время. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!